МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть дела. Население России продолжает беднеть на фоне роста числа миллиардеров. По данным Росстата, в ноябре реально располагаемые денежные доходы граждан упали на 5,6%. Данные за октябрь были пересмотрены в худшую сторону. По новой оценке спад составил 6%, вместо 5,9%, о которых сообщалось изначально. С начала года доходы населения уменьшились на 5,8%. Накопленный спад уже на 0,2% превышает официальный прогноз Минэкономразвития, который в течение последних 12 месяцев был ухудшен в 8 раз. Среднедушевой доход в ноябре, по данным Росстата, составил 30 803 рубля. Незначительный номинальный рост на 0,3% был без остатка съеден инфляцией. Средняя зарплата составила 36 100 рублей. И хотя в номинальном выражении она увеличилась на 7,6%, в реальном с инфляционной поправкой рост составил всего 1,7%. Вслед за платежеспособным спросом вновь ускорился спад розничной торговли. За 11 месяцев оборот розницы сжался на 5,1%, после сокращения на 10% в прошлом году. А ритейлеры недополучили еще около полутора триллионов рублей выручки. В ноябре продажи продовольствия обвалились на 5,1%. Непродовольственных товаров на 3,2%. Снижение уровня жизни в России продолжается 25-й месяц подряд. Рекорд за все время доступной официальной статистики. За два года кризиса кошельки граждан похудели более чем на 16%. Черту бедности перешагнули более 3 миллионов человек. А по скорости обнищания население России заняло третье место в мире, пропустив вперед лишь Аргентину и Украину. Света в конце туннеля пока не видно. Формируется порочный круг. Падение реальных расходов одних экономических субъектов ведет к падению доходов других. А последние, сокращая потребление, стимулируют дальнейшее падение доходов первых. Так считают эксперты аналитического кредитного рейтингового агентства. Официальный прогноз Министерства экономического развития подтверждает. Надеяться на существенный рост доходов гражданам не стоит. В лучшем случае уровень жизни будет законсервирован на рекордно низких за 5 лет отметках. Прогноз роста реальных доходов на 2017-й был снижен до 0,2%. То есть в 2,3 раза по сравнению с маем и в 7,5 раз по сравнению с прошлым октябрем. В 2018 году рост составит, как ожидается, 0,3%. Снижение прогноза в 3,3 раза. В то же время в России продолжают плодиться долларовые миллиардеры. На фоне обнищания подавляющей прослойки населения, и это следует из доклада о мировом благосостоянии, подготовленной банком Credit Suisse, за год в среднем российские домохозяйства объединяли на 14,4%. Средний размер активов на взрослого упал до 10,340 долларов, вернувшись к отметкам десятилетней давности. При этом у подавляющего большинства населения размер благосостояния существенно ниже. Средняя цифра учитывает данные по богатейшим гражданам, которые искажают усредненный показатель. У 28 миллионов россиян размер активов не превышает 248 долларов. По числу таких людей Россия находится между Индонезией и Эфиопией и входит в немногочисленную группу стран – Украина, Нигерия, Индия, чья доля в беднейшем населении земли растет. По скорости, с которой беднели граждане, Россия оказалась в тройке мировых лидеров, пропустив вперед лишь Аргентину и Украину. Вместе с ростом бедняков продолжает увеличивается концентрация богатств. На данный момент в руках богатейшей прослойки 89% всего благосостояния в стране, что существенно выше, чем, например, в США – 78% или в Китае – 73%. За год число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 6 человек до 96. А вот количество долларовых миллионеров упало на 16% с 94 до 79 тысяч человек. По данным экспертов, в России 62% богатств находятся в руках долларовых миллионеров, а 26% – у долларовых миллиардеров. Если миллионеры контролируют более половины богатств страны, то для среднего класса практически не остается места, говорится в докладе Credit Suisse. По данным Росстата, медианная зарплата по России едва превышает 20 тысяч. 35 миллионов россиян зарабатывают до 15 тысяч рублей. 19,3 миллиона человек или около 14% от численности населения живут за чертой бедности, то есть имеют доход ниже прожиточного минимума, составляющего 10 524 рубля для трудоспособных, 8025 рублей для пенсионеров и 9 677 рублей для детей. Такие вот итоги уходящего года. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся.